Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях сенатор Константин Косачёв. Константин Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Константин Иосифович, в самом начале нашей беседы давайте поговорим о вашей работе непосредственно в Совете Федерации. Вы представляете Комитет по международным делам. Чем вы сейчас конкретно занимаетесь, над чем работаете? Справедливости ради я представляю в Совете Федерации Чувашскую Республику. И, разумеется, много связано с тем, чтобы работать с теми запросами, которые я получаю от промышленных предприятий, от профильных министерств. Это точка, если хотите, какой-то сборки компетенции между федеральным уровнем ответственности и региональным. И, на мой взгляд, эта точка сборки, проходящая через меня, работает вполне эффективно. В том, что касается моих обязанностей уже, собственно, в Совете Федерации, я действительно возглавляю Комитет по международным делам. И сейчас международные дела у всех на слуху. Понятно, что ситуация достаточно непростая. На западном направлении контактов значительно меньше. На других направлениях, а их больше, чем восточное, и южное, и северное, на других направлениях контактов как минимум не меньше, а может быть и больше. Когда я только начинал работать в начале текущего года, я разослал порядка 70 писем своим визари председателям Комитетов по международным делам в зарубежных парламентах с информацией о том, что я появился, что я считаю необходимым эти контакты активизировать даже в условиях, когда друг с другом плохо общаются дипломаты или военные. И надо сказать, что отклик был очень мощный, позитивный. На данный момент уже порядка 50 ответов есть. Нет ни одного отрицательного, все 50 положительные. Просто кто-то пока не ответил. Ну, скажем, американцы не ответили, оставляю это на их совести, но ответили французы, немцы, итальянцы, испанцы, норвежцы, если брать то же самое, западные измерения. И я убежден в том, что парламентская дипломатия в условиях, когда кто-то пытается нас изолировать, является тем самым каналом, пробивающим стены непонимания, который должен функционировать в любых условиях, при любых обстоятельствах. Этих контактов очень много. Из самих контактов складывается устойчивое ощущение, что многие претензии, которые сейчас высказываются к России и за рубежа, связаны с элементарным незнанием нашей истории, специфики современной ситуации. Будь то в России, скажем, в той же Украине, где-то еще вот у многих, вы знаете, складывается такое, или сложилось точнее в последние годы, примитивное ощущение, что вот был сложный Советский Союз, и он распался на 15 простых государств. Ну, может быть, что Россию про нее помнят, что она тоже сложная, там вот чеченский вопрос у всех был на слуху, какие-то еще сюжеты. А вот все остальные в мире воспринимаются как такие совершенно простые моноэтнические образования. Грузия для грузин, Украина для украинцев, Молдавия для молдаван. И для многих открытием оказывается, что в каждом из этих государств этническая конструкция, она не менее сложная. Каждая из них является, в общем-то, Советским Союзом в миниатюре, и там точно так же нужно деликатно подходить к любым вопросам, связанным с языками, с национальностями, с культурными традициями. Все это требует деликатнейшего подхода. Вот когда начинаешь зарубежным нашим партнерам объяснять, то скажите, вот есть, например, Швейцария. Всем она известна, это конфедерация, и там на равных существуют итальянские, немецкие и французские языки. Представьте себе на секундочку, что к власти в Швейцарии приходят, ну, допустим, французские националисты и говорят, все, Швейцария только для французов, один государственный язык, все будет теперь по-нашему. Что произойдет в этот момент со Швейцарией? Она моментально утратит свою территориальную целостность, свой суверенитет, свою государственность. Она развалится на куски, в клочья. То же самое будет происходить с Бельгией, с Испанией, с любым другим сложным образованием. И вот когда начинаешь этим языком разговаривать с нашими зарубежными партнерами, он говорит, да, точно, а что? Говорят, а у вас так же? У нас так же. И на Украине так же. И даже сложнее в сто раз. И когда на Украине говорят, что Украина для украинцев, вот пришли сейчас, беда случилась, со стороной пришли к власти националистические силы. И когда тот же Порошенко говорит, что мы на Донбассе восстановим украинство, я не понимаю этого термина. Если человек отвечает за всю страну, он должен ее собрать воедино. И тогда не может быть такого термина, как украинство. Да, государственность украинская, никто с этим не спорит. Да, там главный язык, естественно, украинский. Но там русский язык, он абсолютно распространен. Он не пришлый, он не привезенный, он не навязанный. Он имеет абсолютно равные права. И если он не может быть таковым в масштабах всей страны, ему специфика тоже есть. Есть регионы, где им пользуются больше, где им пользуются меньше. Есть огромное количество решений, как это можно сделать. Вот решение, которое применяется в России, где, например, в Чувашской республике два государственных языка. Вот модель, которую можно использовать на той же Украине, когда мы говорим о децентрализации, автономизации, может быть, федерализации. Там миллион существует разных вариантов. Но совершенно точно не моноэтническое государство, Украина для украинцев. И вот об этом приходится разговаривать практически с каждым из наших зарубежных партнеров сейчас. И должен сказать, что я еще не встречал ни одного собеседника, который бы эти аргументы вообще не услышал. Вот закрылся, сказал, что все неправильно, ушел опять вас ругать. Нет этого. Слушают, говорят, что действительно, мы вот так не воспринимали эту ситуацию. А донести до исполнителей, до исполнительной власти в других странах вот удается вашим коллегам-парламентариям? Стараемся. Не везде эти контакты нам позволяют осуществлять. Вы знаете, есть ряд стран, в которые я вот упоминал, что направил письма, в которые я этих писем просто-напросто не направил изначально, потому что я уже знал, ну, через те же подсказки наших дипломатов, что бестолку, что называется. Ну, скажем, я сейчас не про личности. Но вот мой коллега в Польше, в Верхней Палате, в Польском Сенате, он еще там до моего появления задолго, так сказать, заявил, что мы не будем поддерживать парламентских контактов с Россией. Ну, заявил так и заявил. Это его позиция, я ему даже и писать не стал. То же самое сказал мой визави, скажем, Великобритании в Палате лордов, хотя там компетенции у Комитета по международным делам, ну, минимально, в принципе, эти контакты не очень-то имеют смысла. Прибалтийские республики. Вот назову пять адресатов в Европе, куда я писем таких просто не направлял, потому что, ну, знаете, получать какую-то встречную там грубость или оплеуху, зачем доставлять нашим оппонентам такое удовольствие. Но это их самоограничение. Они себя на самом деле отрезают от живого политического и человеческого диалога, они нас изолируют. У нас проблем с этим диалогом нет. Еще раз повторю, что подавляющее большинство стран в принципе не участвует в санкциях, а из тех, кто в санкциях участвует, ну, не распространяет их на политику, а участвует только в экономических санкциях, подавляющее большинство тех, кто с нами готов разговаривать, и этот разговор надо обязательно вести. Ну, вот касаясь санкций, понятно, что санкции, много об этом говорят, что санкции ударили и по экономике Западной Европы, и, в принципе, по экономике других стран, которые ввели санкции против России. Но санкции ударили, конечно, и по регионам. Скрывать, наверное, смысла не имеет. Вот как сейчас выглядят регионы, как сейчас выглядит Чуваша, по-вашему, на фоне? Ну, никто не пытается сделать вид, что все замечательно, ситуация тяжелая, она не катастрофическая. Она не имеет тенденции к тому, чтобы вылиться в катастрофу. И я абсолютно согласен с оценками, которые дают сейчас и президент, и профильные ведомства, что низшая точка, когда нам было тяжелее всего, она уже позади. Нам еще пока нелегко, и выйти на такие норматели мы совершенно точно сможем через год, два, три, пять, разные есть прогнозы, но это произойдет не завтра. И совершенно очевидно, что во многом это сказывается на ситуации в регионах. Вот я видел недавно оценки, что у нас, по-моему, 10 или 15 регионов сейчас оказались в преддефолтном состоянии, они уже не могут обслуживать свои долги. К счастью, Чувашская республика к ним не относится. Более того, Чувашская республика скорее в группе сильных, нежели чем даже в середнячках, не говоря уже о слабейших. Только что президент Российской Федерации упомянул или назвал, определил место Чувашии в десятке наиболее привлекательных с инвестиционной точки зрения регионов. Есть много других оценок, в том числе независимых рейтинговых агентств. Кстати, об этом речи на сегодняшнем Чебоксарском экономическом форуме. Поэтому я с удовольствием могу сказать, что здесь, в Чувашской республике, при всем понимании сложностей, ситуация выглядит достаточно стабильно. И это уже не вариант какого-то счастливого стечения обстоятельств. Это результат последовательной работы всех жителей, разумеется, и той команды, которая определяет стратегический курс Чувашской республики. Я сейчас на данный момент представляю в Совете Федерации исполнительную ветвь власти. Определен в этом положении главой Чувашской республики Михаил Васильевичем Игнатьевым. И мы с ним все эти годы очень здорово взаимодействовали. Я уверен, будем продолжать взаимодействовать и впредь. Я вам могу сказать, что фактор личного участия, личного вклада, он всегда в таких случаях очень мощный. И вот та команда, которую собрал Михаил Васильевич, она и демонстрирует те результаты, которые сейчас у всех на виду и на слуху. И, собственно говоря, если и когда, убираем слово, если, когда Российская Федерация окончательно выйдет из вот этих потрясений сегодняшнего дня, она, конечно, это сделает не за счет того, что поднимутся цены на нефть и газ, известная всем тема, а за счет того, что в полную мощь заработают региональные экономики. Вот тема импортозамещения, ну это же здорово, на самом деле, что она у нас появилась. Вы знаете, когда распадался Советский Союз, и мы находились в ситуации, когда практически ничего сами не производили, нас ведь подсадили на, даже не то, чтобы просто на импорт, нас на саму мысль подсадили, что мы ничего не можем сами. Что нам обязательно нужно продать чего-то там сырьевое, и за счет этого купить все то, что мы сами производить не можем. И мы, а потом нас окружили обязательствами ничего самим не производить, ну условно говоря, вот через вступление в ВТО, там есть очевидные плюсы, но там жесточайший запрет на протекционизм, но он-то был введен для России в условиях, когда наша экономика еще не была достаточно развита, и когда мы не могли конкурировать с зарубежной продукцией. И наши зарубежные конкуренты или партнеры этим с большим удовольствием пользовались. И вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас мы вынуждены работать в совершенно других условиях, когда мы имеем даже не то чтобы возможность, мы обязаны сделать все, чтобы начать развивать свое собственное производство там, где мы это можем делать. И это, вы знаете, это вопрос, разумеется, грамотной экономической политики, но во многом это психологический тоже фактор. Мы себя должны поверить, понять, что мы ничем не хуже, а во многом лучше наших конкурентов, и что та продовольственная продукция, которую мы произведем, будет чище и полезнее, те станки, которые мы сделаем, они будут качественнее и производительнее, и так далее, и так далее. Вот шанс на это есть, безусловно, и он существует здесь, в Чувашской республике. Вот мы сегодня с главой, с Михаилом Васильевичем Игнатьевым открывали индустриальный парк. Там стадия, когда государство в лице республики должно было туда вложиться, уже пройдено, и сейчас должны бизнес-инвесторы, те компании, которые там будут работать, они уже должны стартовать на этой площадке своими собственными проектами. Вы знаете, я смотрел на все это и сопоставлял это с известным тезисом президента Обамы, что экономика России из-за санкций разорвана в клочьях. Ну какие клочья? Да, трудно, да, кряхтим, да, но и клочьях-то нет в помине вообще. Наоборот, мы во многих случаях находим новые источники роста и начинаем двигаться вперед там, где раньше нам это, может быть, даже в голову не приходило. И здесь в Чувашии это чувствуется замечательно. Это показал, кстати, форум. Вот вы, кстати, заметили, только что сказали про форум. Что в работе форума, может быть, вопросы какие-то, круглые столы вас заинтересовали. Вы приезжаете, по-моему, каждый год на экономический форум. Ну я стараюсь, я стараюсь каждый год участвовать в форуме. Во-первых, я могу сказать, что он становится все более представительным. Ему чуть трудно, у него трудная судьба, потому что он по дате привязан к Дню Республики, а поджимает его с другой стороны Санкт-Петербургский экономический форум. И вот когда эти два события оказываются рядом, далеко не каждый форум выживет. Прекрасно выживает Чебоксарский форум. Он развивается, он охватывает все новые и новые темы. И он нащупал, вы знаете, свою нишу, если хотите. Потому что Петербург – это все-таки разговор о макрополитике. Он действительно такой мощный международный. И он о России в мировой политике. А Чебоксарский форум, он даже не о Чувашии в российской и в мировой экономике. Он о роли регионов в развитии страны, в развитии нации. Это то измерение, которое не так сильно выражено в Петербурге, но которое очень нужно и которое, на мой взгляд, важнее гораздо. Вот понять, почему я в нем участвую. Потому что очень важно понять, чем государство на уровне государства, что оно делает правильно, что оно делает неправильно с точки зрения жизни в регионах. Вот где мы ошибаемся, где мы помогаем. Ведь, понимаете, мы уже научились, может быть, не мешать, но мы еще не научились помогать. И это дело нехитрое. Этому можно научиться. Но для этого нужно быть здесь, нужно разговаривать с людьми, которые работают в реальном секторе экономики, которые запускают свои площадки в индустриальных парках, которые мечтают о своем коммерческом или интеллектуальном успехе, и которые совершенно точно должны иметь возможность развиваться там, где они родились и там, где они должны пригодиться. Правда? Вот если мы не создадим условий для людей, которые живут в регионах, в данном случае в Чувашской республике, для полноценной жизни и экономической, и гуманитарной, и культурной, и какой угодно еще, здесь же, если у людей по-прежнему будет желание уехать, мне, знаете, скажу, где-то лет пять, по-моему, назад, может быть, сейчас ситуация изменилась, лет пять назад меня поразила ситуация, когда вот здесь Чуваши было, на тот момент, ну, по-моему, 20 или там 23, мне кажется, не в Чуваши, а в Чебоксарах, 23 стобальника, выпускника школы, 23 человека. Еще раз говорю, это была ситуация пять лет назад. И я задал вопрос, с кем я разговаривал, сейчас не помню, а какова их судьба, вот сколько из них остались учиться здесь? Двое, по-моему, тогда. Ни одного. Вот тогда мне ответили ни одного. Может быть, потом ситуация изменилась, все воспользовались тем, что они могут без конкурса поступать в более, там, не знаю, столичные, более престижные вузы, и все куда-то поехали. Это проблема. Это проблема. Ни в коем случае нельзя людей заставлять. Нет, там главное, чтобы они возвращались обратно. Ну, в идеале надо, чтобы они учились здесь, на самом деле. Но их нельзя к этому принудить. Это должен быть их собственный выбор, им должно быть здесь интереснее. Они должны понимать, что... Не то, чтобы их там никто не ждет, но они здесь себя реализуют гораздо быстрее, и им будет легче здесь развиваться. И вот когда этот этап наступит, вот, вы знаете, не будет пределов вообще для мощного рывка вперед для всей нашей страны. Константин Васильевич, давайте вернемся к работе вашему представительству в Совете Федерации. Да, сейчас от Чувашии появился новый сенатор Вадим Николаев. Вот знакомы ли вы, наметили, может быть, вы какие-то уже совместные пути работы? Ну, конечно, мы знакомы многие годы. Он один из наиболее заметных в прошлом бизнесменов, сейчас один из наиболее заметных политиков Чувашской Республики. От депутата Государственного Совета до завтрашнего дня, когда пленарное заседание Совета Федерации подтвердит его полномочия как члена Совета Федерации от Госсовета Чувашской Республики. Поэтому нам совершенно нет необходимости там знакомиться, обмениваться планами. Я, естественно, буду ему помогать всем, чем могу, как можно быстрее входить в федеральную повестку дня, в то, чем занимается Совет Федерации. И, знаете, очень хорошо, что именно он появляется в Совете Федерации, потому что это человек, который, если хотите, себя создал, реализовал сам. Вот это тот самый случай, когда там, где родился, там и пригодился. И мне кажется, что он будет очень мощным представителем Чувашской Республики, во-первых. И он будет очень мощным сенатором, в принципе, в Совете Федерации. Я знаю, что он выразил желание работать в Комитете по аграрной политике, по агропромышленным вопросам. И это та специфика, которой он, собственно говоря, занимался здесь, в Чувашии. Поэтому я с нетерпением жду его появления уже в качестве моего соседа. Там в Совете Федерации все сидят в соответствии с региональным раскреплением. Я с нетерпением ожидаю того, чтобы ощутить его плечо к плечу. И уверен, что мы будем работать вместе мощным ударным кулаком в те месяцы, которые остаются мне, для того, чтобы представлять Совет Федерации и Чувашскую Республику. Я уверен, и в дальнейшем, если судьба позволит мне продолжать работу в Совете Федерации. Вы предвосхитили мой вопрос. Не могу вам его не задать. Есть информация, что, получается, после 13 сентября вы будете представлять в Чувашии другой регион. В Совете Федерации другой регион, да. Это правда. И, кстати, об этом очень много пишут. И меня удивляет, насколько... Из первых уст. Сколько спекуляций, не имеющих ни малейшего отношения к происходящему. Происходящее достаточно системно, понятное и происходит при абсолютном согласии всех, кто в этот процесс включен. А процесс заключается в том, что... И я, кстати, в этом тоже участвовал. Очень важно обеспечить взаимодействие и всех ветвей власти здесь, Чувашской республики, и всех поколений. И в данном случае я говорю о первом президенте Чувашской республики, Николаю Васильевичу Федорову, естественно, действующем главе, Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Мне всегда хотелось, чтобы взаимодействие между ними было максимально тесным. И я лично к этому прилагал немало собственных усилий. И когда возникла идея возвращения Николая Васильевича Федорова в Совет Федерации, она на каком-то моменте появилась, ну, естественно, в первую очередь она заинтересовала его самого, я ее самым активным образом поддержал. Но действующее законодательство предполагает, что человек, который входит в Совет Федерации, будь то от главы исполнительной власти, либо от законодательного собрания, он должен соответствовать так называемому цензу оседлости. То есть он должен прожить в этом регионе не менее 10 лет. И это совершенно точно для Николая Васильевича Федорова только Чувашия. Где родился, там пригодился. Еще раз повторим этот вопрос. А это значит, что это тот мандат, который сейчас принадлежит мне. А у меня, это специфика вот моего положения, вот этого требования по цензу оседлости нет. Я имею ранг чрезвычайно полномочного посла, и в соответствии с действующим законодательством на людей вот с таким рангом цензу оседлости не распространяется. То есть я могу представлять любой регион Российской Федерации, если регион мне сделает такое предложение. И вот когда возникла перспектива предложить Николаю Васильевичу Федорову место в Совете Федерации, а предложить ему это место можно только от главы, потому что в Госсовет пока выборов нету, и в Совет Федерации могут приходить от Госсовета только люди из Госсовета. Вот то есть путь для Николая Васильевича он был только одним. Я с огромным удовольствием поддержал идею. Мне Михаил Васильевич на раннем этапе сказал, что вот есть такой вариант, как ты отнесешься к этому? Я говорю, знаете, если это нужно Чувашской Республике, а я уверен, что это нужно Чувашской Республике, я буду считать своим долгом поддержать этот вариант, если хотите, это мой вклад, еще один вклад в то, чтобы помочь Республике. Как я могу действовать иначе? И мы договорились, ну, сегодня вот за час до эфира еще раз обсуждали эту ситуацию с Михаилом Васильевичем Игнатьевым. Ну и вот он говорит, ну, мы же с тобой все равно остаемся и партнерами, и друзьями. Я говорю, Михаил Васильевич, а можно я об этом в эфире скажу? Он говорит, не можно, а нужно. Скажи, чтобы все знали, что мы партнеры и друзья. И это правда так, это правда так, нас связывают многолетние отношения, очень такого тесного взаимодействия, и мы действительно смогли сделать очень много вместе, и я уверен, что так оно и будет. Так вот, первая часть была связана с тем, чтобы обеспечить связку действующего главы с его предшественником, и это можно было сделать только одним способом. И я эту комбинацию решительно поддержал. Дальше встал вопрос, а, собственно говоря, как мне действовать дальше, потому что, судя по всему, мой опыт, мои знания, мои квалификации Совету Федерации нужны. Конечно, на какой-то стадии все это происходило в режиме конфиденциальных консультаций, но когда ситуация стала известна другим регионам, я, ну, к моему, вы знаете, не буду скрывать удовлетворение, ну, получил не меньше десятка предложений от других регионов, а вот не было бы тебе интересно представлять вот наш регион. Причем география была вот буквально от Калининграда до Сахалина. Да, правда так. И там я не хочу сказать, что вот я вот такой вот всеми там всенародно любимый там и востребованный, но предложений было еще выбрать, вот так скажем. Не будем ни преувеличивать, ни преуменьшать, так сказать, значение того, что происходило. И, конечно, я долго раздумывал, но когда появилось предложение от Леонида Игоревича Маркелова, главы Мариэл, я, не сомневаюсь, согласился. Вы знаете, я согласился по многим причинам, и республика интересная, помогать ей интересно, глава там очень такой деятельный, активный. Но среди всех этих факторов был еще и фактор того, что это тот же самый Приволжский федеральный округ. Мне не нужно будет находить новых партнеров во всех тех структурах, с которыми я работал. Я не буду начинать с чистого листа. И, конечно же, был фактор того, что это вот через реку Волгу, это соседи с Чувашей. И я таким образом смогу остаться нужным и полезным и здесь. И я, знаете, не знаю, не мне это решать, а Чувашской республике. Но если Чувашской республике будет интересно продолжать взаимодействие со мной уже в качестве представителя другого субъекта федерации, я с огромной честью буду это делать. И если я смогу быть для Чувашской республики третьим сенатором, неформально, естественно, но третьим сенатором, усилив представительство Чувашской республики, работая, естественно, на республику Морелл, для меня это будет повышенная нагрузка, но работы не боюсь. Я буду считать это для себя и честью, и, если хотите, какой-то такой справедливостью, что ли. Потому что я Чувашию люблю, я никогда этого не скрывал, я Чувашию отдал уже не первое десятилетие своей жизни, и я бы очень хотел продолжить свою работу вместе с Чувашской республикой, помогая ей с немножечко другой позиции, но совершенно точно не расставаясь с Чувашей. Это вот я себе представить просто не могу. Не могу сказать за всю республику, могу сказать только от себя. Спасибо вам за беседу, спасибо вам за работу, если я имею право на это. Спасибо, спасибо большое. Я вот хотел бы, если меня кто-то сейчас видит, сказать, что я совершенно точно не прощаюсь с Чувашией, я хочу быть полезным, я хочу помогать, я хочу работать на Чувашию, и обязательно буду это делать. Спасибо за интервью, спасибо, что пришли к нам, приходите к нам еще. Спасибо большое. Наша беседа подошла к концу, я напомню, что сегодня интервью по существу у нас было с членом Совета Федерации от Чувашии Константином Косачевым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok